Летящей походкой они вышли из раздевалки и направились навстречу болельщикам. Все как один, в хорошем настроении, шутили, веселились. Этот настрой тут же передался всем присутствующим. А тут еще группа поддержки появилась. И хоккеисты, и их поклонники забыли обо всем и просто смотрели. Голливуд.ру Именно так называется эта очаровательная компания. Но, несмотря на, казалось бы, веселую работу, девушки в этой компании весьма серьезные. Руководитель группы Карина в особенности. Я не разрешаю девочкам знакомиться с хоккеистами, как бы они не хотели, как бы у них не горели сейчас в глаза. Но все-таки мы серьезно относимся к работе, к поддержке. Мы готовы их поддерживать, но все-таки знакомство... Тяжело им, наверное, приходится. Особенно, когда кругом такие красавцы. Хоккейная команда – коллектив многочисленный. Чтобы пообщаться с каждым не то, что двух часов. Целого дня не хватит. Пришлось организаторам разделить мужчин на группы. На этой встрече очень много локаций. Одна из них находится здесь, в этом кафе. Не могу, к сожалению, громко говорить, потому что здесь серьезная интеллектуальная игра. Здесь играют в что, где, когда. Условная команда телезрителей – это болельщики против команды знатоков. Это хоккеисты «Спартака». На партнеров по команде пришел посмотреть Денис Бодров. Болел он, как ни странно, вовсе не за своих одноклубников. Я хочу, чтобы болельщики победили. Да, то есть вы против своих партнеров по команде. Я знаю, что они просто проиграют. Собственно, так и получилось. Но, думается, хоккеисты вовсе от этого не расстроились. Еще одним местом встречи стал магазин клубной атрибутики. Здесь можно было и свитер купить, и автограф получить. На фоне своих более серьезных одноклубников выделялся Джефф Гласс. Канадский новичок красно-белых, перебравшийся в «Спартак» из Новосибирской Сибири, лучезарно улыбался и был готов пообщаться буквально с каждым. Оно и понятно. Когда тебя считают одной из главных надежд команды в новом сезоне, улыбка сама собой будет появляться на лице. У веселого человека должно быть веселое хобби. Решили мы и задали киберу вопрос на эту тему. Хобби? Я ленивый человек. Это может считаться хобби. Я люблю расслабляться, а еще смотреть фильмы. В Москве несложно найти занятие себе по душе. Я люблю просто погулять по вашему городу. Спартаковцы встретились с болельщиками перед началом сезона впервые в новейшей истории команды. Тем не менее, эта встреча надолго останется в сердцах представителей красно-белой торсиды. Сегодняшняя встреча, честно говоря, я понимаю, что это в чем-то ноу-хау, но прекрасная возможность поговорить с игроками перед сезоном, спросить у них их личное мнение, как они готовы к сезону, как они сыгрались, как они друг друга чувствуют, ну и об атмосфере в команде, естественно. Если встреча болельщиков и хоккеистов в таком формате – это ноу-хау, то сражение на льду после окончания сезона – уже сложившаяся традиция. Такое сражение обязательно произойдет и в следующем году. Не стареющий ни душой, ни телом Вячеслав Козлов надеется, что случится оно как минимум после первого раунда плей-офф. Если есть такая традиция, значит сыграем в хоккей после окончания. Хотелось бы, чтобы сезон был долгим, вот в плей-офф поставлена задача выйти. Поэтому будем стараться. Продолжение следует...